Более 4000 жителей Нижегородской области пропали без вести с начала года. 444 из них – дети, сообщает региональное управление МВД России. К счастью, большинство пропавших вернулись домой. На сегодняшний день установлено местонахождение 3977 человек. В том числе найдено 408 детей. 36 несовершеннолетних были объявлены в федеральный розыск. 31 из них смогли найти. Как отмечают представители поисково-спасательных групп, если ваш родственник не вернулся домой и не выходит на связь больше часа, не нужно ждать несколько суток. Надо сразу бить тревогу. Для начала не нужно ждать 3 дня. Срок подачи заявления, если речь идет о ребенке, то через полчаса. После того, как он не пришел домой. Если касается взрослого, то час-два. То есть не нужно, как раньше говорили, ждать 3 дня. Потому что, как правило, мы начинаем работать сразу, чтобы успеть поймать свежие свидетельские показания, чтобы посмотреть камеры, пока они не стерлись. Если ваш близкий не вернулся домой в назначенный срок, не теряйте время и сразу обратитесь в полицию. Лучше всего это сделать по месту проживания пропавшего. При себе важно иметь свои документы, удостоверяющие личность и документы пропавшего родственника. Обязательно нужно взять с собой его фото. Желательно, чтобы на фотографии человек был в той одежде, в которой выходил из дома в последний раз. Как правило, свежие показания, они больше идут по образу в целом. То есть человек запоминает не лицо проходящего, а во что он был одет, как он себя вел. После того, как вы подали заявление, необходимо обязательно спросить контакты сотрудника, принимающего заявление. Для чего это нужно? Чтобы, если вдруг человек пришел домой, вы могли спокойно связаться и сказать, что человек уже найден. Можно прекращать. Участники группы «Рысь» занимаются поисками людей не только в нашем городе. Как только поступает заявка, они выезжают на помощь. Алексею приходилось искать и в Вексии, и в Мордовии. Чаще всего объектом поиска волонтеров становятся грибники и те, кто решил прогуляться в знакомом лесу и заблудился. Искать человека проще, если он остается на месте и соблюдает несколько правил. Взять себя в руки, осмотреться, вспомнить, откуда мы приходили, характерные опознавательные знаки, какие-то квартальные столбы, просеки, линии электропередач, отдельно стоящие деревья, либо реки. Если у нас есть возможность дозвониться, мы сообщаем, что мы потерялись, где потерялись, и нас уже начнут локализовать, искать. Если связи нет, постарайтесь развести огонь и никуда не уходите с места. Перед уходом в лес обязательно предупреждайте, куда вы идете. Берите с собой заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, воду, легкий перекус и фонарик. Также лучше иметь при себе свисток, чтобы подавать сигнал, если вас придется искать. Одежда тоже должна быть соответствующей.